Это все началось в 2016 году, когда в ноябре, в годовщину трагического события, была установлена памятная статуя. В 1963 году гигантский осьминог перевернул паром. Тогда погибло почти 400 человек. Подождите, гигантский осьминог? Нью-Йорк? Скульптор Джозеф Роджинелло улыбается. В 2017 году в нижней части Манхэттена появилась еще одна скульптура. Это в память о брокерах с Уолл-стрит, которых в октябре 1929 года насмерть затоптали испуганные слоны, переходящие Бруклинский мост. Сложно поверить? Пожалуй. Несколько месяцев спустя посетители парка увидели еще одну статую. На этот раз она была посвящена шести членам команды буксировочного судна, которых похитили инопланетяне в июле 1977 года. Все три мемориала выдуманным событием появились благодаря фантазии 47-летнего скульптора Джозефа Роджинелла. Он творит, создавая памятник несуществующим жертвам. На жизнь Роджинелла зарабатывает созданием реквизита для съемок фильмов, парков развлечений и витрин универмагов, а в свободное время ваяет скульптуры. Скульптура с осьминогом стала такой популярной, что Роджинелла решил выпускать один памятник в год, руководствуясь все тем же тонким чувством юмора. Я делаю это, чтобы показать людям, что не надо доверять всему безоговорочно, но ведь некоторые смотрят и думают, ого, правда, кто бы мог подумать, да вы шутите, похищение инопланетянами? Роджинелла не случайно выбирает даты для выдуманных трагических событий. Они совпадают с реальными. Паром затонул 22 ноября 1963-го, в день, когда убили президента Джона Кеннеди. Слоны прошлись по мосту в октябре 1929-го, в день биржевого краха на Уолл-стрит. Члены экипажа буксира были похищены 13 июля 1977-го, в день аварийного отключения электричества в Нью-Йорке. Идея проекта скульптора в том, что люди, возможно, подумают, что из-за огромного количества событий вокруг они что-то пропустили. У каждой скульптуры есть табличка, рассказывающая о трагедии. Она придает ощущение того, что это действительно было. Роджинелла создает и подкрепительную базу в интернете, чтобы не разрушать иллюзию. Для каждого события есть свой собственный сайт. И даже существуют брошюры, предлагающие туры на катере к месту, где пришельцы похитили матросов буксира. Продажа сувениров позволяет скульптору финансировать свои дальнейшие проекты. Что именно это будет, художник пока не рассказывает.